Уже три недели Людмила ищет потерянную на просторах страны посылку. Бандероль в Москву она отправила почтой России в начале мая, но до адресата груз доставлен не был. Знаете, как называется? Нестандартные обыкновенные. Если первый класс обыкновенный, то она доходит нормально, все хорошо, там и сроки соблюдаются, все-все. А нестандартные обыкновенные, я не знаю. Нестандартные обыкновенные ехал в Москву Пинстимон Юцкий. Людмила занимается разведением редких видов растений, нашла единомышленников в одноклассниках и обменивается с ними рассадой. Дицентром, молодила, камнеломка, хрустада. В ее саду больше тысячи наименований растений со всей планеты, а за Пинстимона Юцкого коллекционеры готовы просто полжизни отдать. Это из американских семян, он растет в Америке. Вот эти растения растут. И здесь княгиня, да. Почта внесла свои коррективы не только в распространении по России Пинстимона. У Людмилы за последний год уехали в никуда несколько нестандартных обыкновенных. Почта России совершила гигантский прыжок вперед, дала возможность отслеживать отправление по интернету. Но система дала сбой. У них проходит техническое переоснащение всей системы. Но точно такое же они мне отвечали и в прошлом году. Что же у них тогда, каких специалистов они наняли, если целый год не могут переоборудовать, программу переставить. Княгинянском отделении Почты России только разводят руками. От нас идут на сортировочный центр, из сортировочного центра в Нижний Новгород, в МСЦ. А там уже, наверное, поезд. Мы же телевизор все равно смотрим. И в интернете пишут, что посылки пропадают. А не могу сказать, не знаю. Возможности отслеживания и отправления у работников почты такие же, как у клиентов. Из Людмилы на рассаду переживают всем отделением. Потому что помнят, с какой любовью она упаковывала ростки, как подбирала коробку и пакет. В таком виде. Потом я еще заворачиваю в картоночку. Насколько здесь рассчитан влага, запас? Неделю они выносят. Где затерялись Пинстимон Юцкий и проломник Вилоза, уже не знает никто. Но такой длинный дороги эти редкие, нежные и капризные растения вряд ли смогли пережить. Людмила будет писать претензию за потерю бандеролей. Почта России должна вернуть деньги за оплаченную доставку. Правда, компенсацию за недоставленные посылки в прошлом году она не получила до сих пор. Ксения Дорина, Михаил Городников, Объективно, ННТВ.